привет друзья мы продолжим с вами моделирование лексуса как видите я немножко пошаманил тут накидал кривых новых частности два сечения борта вот место над задней аркой я немножко изменил сами поверхности арок чтобы они подходили там получше но это сейчас мы в процессе еще посмотрим насколько как бы получилось эффективно вот так же вот тут накидал некоторые кривые просто для ориентировки вот они такие много спанов кривые нечистые зато позволяют понять что происходит более менее вообще конечно машина очень сложная даже я не сразу иногда понимаю что к чему и поэтому процессе все выясняется так ну вот у нас есть четыре кривые вот как выглядит их распределение точек контрольных ноты мы сейчас по ним построим вот этот кусочек борта берем инструмент square который строит нам поверхность по четырем кривым она получается такая красивенькая замечательная поверхность вот прекрасная можем смотреть зебру вот не знаю там как на оригинальном легче насколько она по кривизне подходит сейчас вот будем строить там паблику смотреть что к чему чтобы она получилась такая хорошая нам нужно на виде сверху чтобы обе вот эти вот два сплайна направляющих были как бы примерно одинаковые кривизны и соответственно не расходились там были более-менее параллель не расходились в пространстве сильно ну вот видно по ипюром что они примерно одного порядка кривизны и вот эти вот сплайна соответственно тоже должны быть достаточно идентичные хотя возможно это и не так ну так более-менее в принципе их можно под выровнять немножко возможно будет чуть-чуть получше ну не суть важно поверхность в принципе чистая хорошая поэтому вот а сейчас попробуем сделать вот это вот место достаточно трудно и вместо задней арки сведения бога и задней арки вот она сделана примерно так же как на nissan gtr новым у меня вот есть такая вот фотография много всяких референс вот видно вот как блик идет это отличный нам вот такой способ ориентироваться что происходит с поверхности вот много разных референс как бы чем лучше мы изучим вопрос тем соответственно более качественный получится результат но тут тоже хорошо видно как блик идет по боку скользит и здесь аккуратненько так сгибается вот принципе это не сложное место просто надо его аккуратненько сделать там нет ничего такого сверхъестественного но сначала мы делаем бленд вот есть вот здесь поверхность арки и мы пытаемся к ней приближаться просто по женой вот здесь же 3 старт дефолт тканик танцы смотрим что получилось вот как то так достаточно сильно этот ряд проваливается точек это говорит о том что скорее всего нас здесь кривизна чуть-чуть чуть-чуть лишнее попробуем вот так вот сделать не помогает ну знаешь так она есть вот так смотрим при пюре точнее по зебре ну так в принципе получается более менее симпатично гладенько попробуем теперь значит если присмотреться то можно увидеть что арка она носит как бы сообразный характер то есть она вогнута выпуклая ну вот у нее вот поверхность подходящая кромки она на немножко надута сейчас мы найду как он такую неплохую ну вот видно что блик вот тут сгибается так с образные в принципе других фотографиях тоже можно заметить какой-нибудь ракурс по удачным если найти ну вот вот здесь вот видно сзади что она как бы ну естественно там вверх надут поэтому просто и иначе свистину даст нормально чтобы она выглядела вот хороший ракурс видно что как бы она такая здесь явно не плоское место не вогнутая поэтому ли сначала на волн так там надувается немножко краешку вот для этого мы берем копируем кривые которые у нас здесь получились поверхность удаляем и меняем степень с четвертой на пятую сейчас будем пробовать чем что-нибудь получить из этого приятное теперь опять берем square строим сцепляем кривую шара чистенькая вот получается вот такая штучка принципе если экспресс control поставить может быть возможно здесь добиться кривизны допустим опять даже при степени 5 уже видно что кривизна совпадает но здесь позиция отваливается но в принципе это не страшно не знаю насколько она там отваливается скорее всего немножко поставим тигре 6 вот получается такая штука очень симпатично все теперь посмотрим что у нас здесь суперами для этого у нас есть где-то сечение мы вот так вот познать режем но это вот все что касается класса когда нам нужно сделать гладенько нам приходится смотреть вот эти вот вещи ну вот видно что то она играет очень странно но берем теперь инструмент для изменения истории и шаманин так ну примерно как то так в общем не суть важно скорее всего все равно возможно все это придется переделать так удаляем все эти линии а ну да и соответственно вот этих нам нужно поднадутие было вот супер гладенько все круто но теперь нужно вот эти вот последние точки немножко оттянуть чтобы она у нас вот здесь как бы заиграла принципе можно поставить должны шестую степень чтобы мы могли манипулировать двумя точками вот объясню что к чему вот эти вот первая точка отвечает за тангенс 2 за g же 2 за сопряжение кривизны и 3 за же 3 если мы вот эти три точки не трогаем соответственно вот здесь получается на месте стыка же 3 ну хотя бы сколь нибудь там неплохое поэтому если мы хотим оставить там сопряжение мы их не трогаем увеличиваем степень спина и манипулируем и сейчас попробуем что-нибудь сделать симпатичная берем точку вытаскиваем одну вторую тоже чуть-чуть пытаемся добиться вот некой с-образности а снизу там просто гладенько делаем ну вот уже лучше в принципе так неплохо сейчас посмотрим что будет вот здесь происходить и исходя из этого будем уже корректировать наши дальнейшие шаги так удалим вот эту штучку вот вроде так симпатично вполне едем дальше цепляем грань поверхности опять же практически все что связано с четырехугольниками делается инструментом square так что ты где-то отвалилась на ну вот я арте менял тут немножко отошла . абсолютно не страшно все равно все это делается на глаз так опять же цепляем грань поверхности кривую кривую и еще одна кривая вот он пишет что позичных но это не страшно ерунда вот уже впадает так двери 6 пробуем кривизну вот видно что точки провалились жутко что с этим делать непонятно но кривизна совпало и вот что вот здесь вот позиция почему-то отошла ну потому что вот эта точка наверно уехала какая-то одна из них так ну да немножко но в принципе не страшно на самом деле это ерунда пока попробуем ну вот видно ничего хорошего не происходит пытаемся выровнять с помощью манипуляторов вот этих вот получается так ну соответственно нам нужно понять почему это происходит скорее всего из-за наших вот тут вот точек которые мы двигали сейчас вот попробуем опять же что-нибудь подшаманить даже можно подвигать точку которая связана с же 3 очень страшно не будет там потеряем какую-то часть гладкости вот это вот вытаскиваем тоже вытаскиваем это попробуем ну вот видно что уже более-менее приемлемый результат хорошо вот уже красиво получается с некоторых ракурс будет наверно не очень так а теперь финальный как бы вариант во первых и первым можно проверить вот видно что она там с ней происходит какие он дополнен аккуратненько и нам подшаманиваю здесь тоже в общем всячески пытаемся сделать из этой кривой что симпатичный вот бог с ним вроде так были нормально а теперь супер инструмент для проверки всех косяков ставим анализ кривизны вставим гаусс и смотрим ну вот принципе видно из-за чего проблема что здесь вот сопряжение очень так вообще на самом деле неплохо сейчас на глаз попробуем чем сделать с этим скорее всего все это устраняется достаточно просто берем вот это цикл и немножко подкручиваем вот уже лучше достаточно я считаю что неплохо вообще получилось возможно даже что у оригинального примерно так ну симпатично вполне так тут конечно происходит что-то не очень красиво посмотрим опять же ну вот в общем то вот это место примерно так и делается очень как-то хорошо получается в общем супер вот так вот вот так хорошо вот вот это место вот так и делается этот классический прием для сопряжения такого рода сейчас вот я говорю nissan gtr делается абсолютно один в один за дня такая же ну и вообще много где применяется поэтому сохраняемся и едем дальше